Стас Кононенко Диана Тагирова домохозяйка предпочитает активный отдых. В этом году тоже опробовала САП и сплав на байдарках. Балансируешь, приятно, интересно. Ну, активно, во-первых, вода, едешь и пейзажи наши красивые видно, ну и общение с новыми людьми, такими же, как и ты. Греблю на САПах называют волжским серфингом. Для балансирования здесь не нужны волны, напротив, они только мешают. В Самаре этот вид отдыха начал набирать популярность около трех лет назад, рассказывает тренер Юлия Жихарева. Десять лет назад Юлия вместе с друзьями завезла эти доски в Самару. Тогда многие люди еще не понимали, зачем они нужны. А сейчас ежедневно вдоль берега Волги можно увидеть такую картину. Ради сапсерфинга в Самару приезжают туристы со всей России. Не во всех регионах есть реки, тем более такие живописные, как Волга. Жемчужина маршрута – Самарская лука. До этого, если на нас люди смотрели, как на каких-то инопланетян, то что что-то не то, и с чем это мы вообще плывем, и как такое возможно, то года три назад люди уже были более осведомлены и стали интересоваться. Вода успокаивает, потому многие в поисках гармонии выбирают САПы. А гребли еще и подтягивают тело, потому желающих попробовать этот спор немало. Каждый понедельник открывается запись на неделю вперед, и в этот же день мест не остается. Прежде чем выбрать маршрут, обращают внимание на погоду. Важно, чтобы не было ветра. Перед отплывом – обязательный инструктаж. Стараемся не выпрямлять колени. Это большая ошибка у многих людей, но это явно то, что с непривычки. То есть ноги стараемся всегда держать присогнутыми, чтобы у нас было равновесие, и мы могли проходить спокойно волны. Мы не упустили возможности на себе испытать эмоции и узнать, чем же привлекают людей эти доски. Из-за сильных волн мы выбрали САП для новичков. С него, по словам тренера, не так-то просто упасть. Чуть позже с помощью инструктора получилось даже встать. Ну а еще чуть погодя удалось почувствовать себя профессиональным серфером. Освоили. Физически для новичка это довольно сложно. Ощущаешь работу мышц ног и рук. Такая активность, говорят эксперты, рекомендуется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, да и просто для души. А в конце лета в Самаре пройдут состязания по этому виду спорта. Ожидается, что в город-курорт приедут спортсмены со всей страны. Мария Ильевна, Николай Сидоров. События.